Дорогие друзья, всем добрый день. Сегодня у нас такой экстремальный эфир. Я еще никогда не была эфира из машины, но, видимо, все нужно делать когда-то в жизни впервые. Как и договаривались, сегодня мы с вами поговорим о взаимоотношениях родителей и детей, поговорим о мамах и поговорим о спешащих мамах. Если среди ваших знакомых есть спешащие мамы, которые хотят быть семируким, восьминогом, усидеть на восьми стульях, сбегать на йогу, покормить ребенка, быть при этом чудесной женой, мамой, дочерью, то самое время сделать репост и пригласить своих подруг послушать эфир, который так и называется «10 ошибок спешащей мамы» или «Дети под прицелом родительской любви». Почему мы говорим «под прицелом родительской любви»? Да потому что мама, которая сама не понимает, что до конца делать с собой, не умеет организовать свою жизнь и свое пространство, единственный ее способ коммуникации со своими детьми — это, конечно, держать их под прицелом. И это первая мысль, которую стоит записать, возможно, даже в комментариях к этому посту. Она заключается в том, что если мама несчастлива, то способность любить не подвластна ей. Ей подвластна только способность контролировать, указывать, научать, но никак не любить. И сегодня я приготовила для вас 10 позиций, 10 критериев, по которым можно точно сказать, что вы та самая спешащая мама, и, скорее всего, в вашей жизни все не так хорошо. И это повод, конечно, пожить и что-то изменить. Первая ошибка спешащей мамы называется «быстро равно успеть». То есть мамы, которые живут по принципу «О, если я все делаю быстро, значит я успею туда, еще и успею туда» — это очень большая ошибка в тайм-менеджменте, потому что никогда быстро не равно было успеть. И доказательств этому тысяча. Вы знаете, что иногда, просто приведя свое сознание в порядок и свой ум в порядок, мы успеваем гораздо больше, чем если мы делаем какие-то вещи быстрее. И у вас у всех был прекрасный опыт, особенно тех, у кого есть дети, когда дети сделали быстро, но они сделали так, что ты потом просто вынужден был переделывать и застрять еще на долгое время в этом, потому что то, как они сделали, ну просто это невозможно с этим быть, в этом идти или с этим что-то делать. Вот, поэтому первая ошибка спешащей мамы называется «быстро равно успеть». Это обман, это миф и это неправда. Вторая ошибка спешащей мамы называется «дети равно мое лицо». То есть если дети вдруг запачкали свою одежду или сделали что-то нехорошо, или они плохо повели себя в школе, или сказали какие-то дерзкие слова учителю, или кому-то из ваших родных или друзей, то спешащая мама думает, что это ее лицо. Но на самом деле у вас есть ваше физическое лицо, и оно никак не связано с вашими детьми. И если вашим детям 10, 12, 7, 8 лет, 6, 5, и вы продолжаете говорить «мы ходим в первый класс, у нас по математике 8 баллов», ну как бы это проблемы. Слово «мы» заканчивается нам в идеале в моменте 2-3 лет, когда мама психологически сепарируется, то бишь отделяется от своего ребенка и позволяет ему вообще, дает возможность ему жить. Понимаете, это очень важный момент. Третья ошибка спешащей мамы называется «ты должен». Ну вот, ты должен делать то-то, ты должен делать все-то, еще неплохо бы, чтобы ты сделал вот это. На самом деле любая спешащая мама должна заменить «ты должен» на «ты можешь». Я вам приведу простой пример, как я общаюсь со своими детьми. Я говорю, сынок, ты можешь разбросать игрушки, конечно же, можешь вообще насыпать их по всей квартире, и результат будет такой. Либо ты можешь взять свое любимое одеяло, высыпать свою конструкцию, и удобно будет собрать это все в свое время. Но ты можешь выбирать. И вот это вот ощущение, которое мама транслирует ребенку... Продолжим. Подвисал у нас немножко интернет. Проговорили мы с вами про три позиции спешащей мамы. Переходим к четвертой. Четвертая моя любимая называется «Если я мама, мне должно быть хорошо». Ну, такая вообще сумасшедшая привязанность мам к тому, что вот, ну я же стала мамой, мне должно быть классно, кайфово, мне должно быть очень комфортно всегда, тепло, уютно, но я же мама. Когда-то моя мама сказала, «Леночка, вот пока у тебя нет детей, ты радуешься, потому что, когда у тебя дети появятся, ты просто будешь занята тем, что ты будешь все время заботиться о комфорте, о их самочувствии, о том, сыты они или нет, и так далее. И я тогда не придавала, конечно же, словам, значения словам своей мамы, но это на самом деле повод поразмышлять. В общем, посыл такой, друзья. Если вы решили стать мамой, попрощайтесь со своим комфортом. У вас появится абсолютно другой комфорт, непонятный тем, у кого пока нет детей. И я не буду сейчас раскрывать все карты. Беремените, создавайте семьи, рожайте детей, это классная тема. И у вас будет возможность познакомиться с этим новым комфортом. Но с комфортом в привычном смысле точно придется расстаться. Пятая характеристика спешащей мамы называется «Дети важнее мужа». Это вообще просто конец отношениям. То есть если вы для себя в голове решили, что ваши дети важнее вашего партнера, то все, можете сразу разводиться, забирать детей и сдавать их в детский дом, потому что им там будет, возможно, даже лучше, чем с вами. Что происходит с мамой, когда она решает, что дети важнее, чем папа, собственно говоря? Тогда мама начинает объединяться с детьми, сражаясь против папы. Но звучит, согласитесь, как минимум странно. Зачем вы вообще партнера находили? Для того, чтобы быть с ним как пара, создавать какие-то хорошие вещи, рожать детей, я не знаю, создавать благо для своей страны. И теперь оказывается, что когда появились дети, они вдруг почему-то стали важнее вашего мужа. Ну, это, во-первых, нездраво, во-вторых, ненормально, в-третьих, это гарантированно приведет ваших детей к страданиям, потому что они не могут заменить место папы и не должны. Поэтому следите за правильными приоритетами, которые должны быть расставлены в каждой семье. Шестая позиция, спешащая мама, называется так. Я хочу видеть обратную связь за свою доброту. Ты не сказал мне спасибо, ты меня не поблагодарил, ты меня не поздравил, ты не сделал то важное, что я просила тебя, а для меня это было важно. И вот такая вот зацикленность на привязанность к похвале и благодарности, она, конечно, делает нашу жизнь катастрофической, и вам надо что-то с этим делать. Если вы мама, то вы должны забыть о благодарности и признательности. Это не значит, что вы ее недостойны или что получать ее ненормально. Нормально. Но если вы делаете что-то и думаете, что-то мне сегодня дети не сказали спасибо за завтрак, как-то это странно, поразмышляйте над тем, где вы и кому не сказали спасибо, не за завтрак, а за гораздо большие вещи. Вот и все, и там хранится ответ. И ваши дети всегда будут давать вам то, что вы хотите, если вы даете другим людям то, что для них важно. Седьмой критерий спешащей мамы называется так. Нет встреч с подругами. Мне некогда, дорогие друзья, с вами встречаться, потому что у меня дети. Знаете, такая очень отговорка классная у многих мам. Типа, давай пойдем посидим, кофе выпьем, поговорим. О, нет, вы что, у меня дети, я не могу, мне нельзя. Ну, в общем, все это смешно на самом деле, потому что если вы не созидаете, если вы не создаете для себя энергию в коммуникации со своими подругами, то вы просто делаете нервы вашей семье всем, детям, партнеру, родителям постоянно. Почему? Потому что в ведах еще давно там было написано, что женщина получает энергию в общении с другими женщинами, мужчина получает энергию в аскезе, когда они уединяются где-то, что-то делают самостоятельно в тишине и так далее. Поэтому отстаньте от своих детей, от своих мужей и организуйте свое пространство таким образом, чтобы вам было самим хорошо. И это, кстати, очень правильно. Сначала привести себя в порядок, а потом идти домой. Потому что некоторые барышни думают, что если им плохо, им надо идти домой, чтобы их там привели в порядок. Но это не так, особенно если вы родитель, мама или... Так вот, а если не способны, то для этого есть очень большое количество специалистов. Восьмой пункт. Спешащие мамы я сформировала для вас так. Нет ментальной лепки детей и партнеров. Что такое ментальная лепка? Это когда я представляю, каким я хочу видеть своих детей, каким я хочу видеть свои отношения, какой я хочу видеть себя в роли мамы, в роли жены, в роли дочери и так далее. Если вы не размышляете о том, какой вы хотите стать, то гарантированно вы станете непонятно кем. Сто процентов это проверено мировым опытом. Самое сложное — усадить себя на стул или на подушку для медитации и заставить себя подумать о том, какой же я хочу быть. Обычно у женщин это происходит во время разговора с подругами, что вот классно, неплохо было бы, если бы. Но в этот момент наша мотивация, ну, она совсем не та, как если бы мы это сделали наедине с собой, в каком-то спокойном состоянии ума. Поэтому помните, что время для мечты, оно священное. Это как время в храме. И если вы не способны посвящать время планированию своего видения себя в роли мамы и в роли жены, то будет точно как-нибудь, сто процентов, гарантированно. Девятый пункт спешащей мамы называется «Не слушать желания ребенка». Ну, это классическое «Я лучше знаю, что тебе нужно». И вот как только у вас это поднимается, что вы лучше знаете, что нужно вашему ребенку, даже вообще он только пикнул, но вы-то точно лучше знаете, это прекрасный повод записаться на прием к психотерапевту. К подружке лучше не ходить, потому что, если она вас до этого не остановила, то, скорее всего, и в этот раз она вам не поможет. Наша способность контролировать других людей, она иногда достигает невероятных высот, и мы сами не замечаем, как мы становимся такими диктаторами в своей собственной жизни и для своей собственной семьи. «Нет ничего хуже, чем быть мамой-самодуром, которые рассказывают папе, детям, значит, всем, что им надо делать, потому что они такие глупые, а она такая прекрасная и замечательная барышня». В общем, тоже на тему для размышлений. И десятый пункт спешащей мамы называется так «Дети мои». Когда мне нравится это, говорят «Мои дети, мои дети». И это еще один такой знак нашей огромной привязки к «Я» и «Мое». Мне нравится говорить «Дети». «Мои дети» — это такой очень интересный момент. Понаблюдайте за женщинами в вашем окружении. Я не буду сейчас раскрывать эти карты, которые говорят «Мои дети, мои дети, мои дети». Некоторые из другой категории. Они говорят «Наши дети», «Наши дети», «Наши дети». Кто-то говорит просто «Дети». И здесь бы я хотела вам сказать, что роль мамы, она не заканчивается, и как отца, в принципе, она не заканчивается на своих детях. И мы в очень многих отношениях иногда играем эти роли. Главное, чтобы они приносили нам способность развиваться. Я надеюсь, что 10 критериев спешащей мамы, чтобы дети не оказались под прицелом маминой любви, вам сегодня были полезны. Если да, напишите прямо сейчас, что конкретно для вас было полезно, что вы себе берете в работу. Я, например, из своего списка беру себя наблюдать за количеством встреч с подругами, потому что обычно в спешке своей работы мне не хватает на это времени. В общем, это мой фокус. Пишите, какой фокус у вас. Вам желаю сегодня прекрасного дня. У нас есть проект по супервизии, который называется «Арт-терапия в работе с детьми и с родителями». Ссылка есть на название этого видео. Кому интересно, изучите. Так вот, собственно говоря, после третьего записания интернета, понимаешь, что нужно завершать, потому что, видимо, вас ждет что-то не менее важное. Приглашаю присоединиться к проекту по супервизии тех, кому интересно изучить глубже и профессиональную тему использования методов арт-терапии в работе с детьми и с родителями. Огнестрельным оружием безусловной родительской любви. Пусть ваши дети будут счастливы от того, что рядом с ними счастливы мама и папа. Помните, самое главное, что вы можете сделать для своих детей, это быть счастливыми, потому что дети не делают ничего, кроме как копируют наш собственный пример. Да-да, это сложно стать счастливым для своего ребенка. Обычно хочется его сделать счастливым и причинить ему непоправимую пользу. Но такие правила ты можешь ждать только то, что у тебя есть. Желаю всем вы счастливыми, радостными, вдохновенными эту прекрасную солнечную пятницу в Киеве. Надеюсь, в ваших городах также много света. А если немного света солнца, то много света ваших сердец. Всем прекрасного, родительского, познавательного, веселого и легкого дня. До свидания. Спасибо за то, что были на этом эфире.